Книга открытым оком. Тема рождения. Том 2. Вопрос 834. Как научиться гореть для Господа? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Многому можно научиться, живя в этой жизни со вниманием, и на все это даются какие-то рецепты, показывается ценность объекта любви. Свой первый урок начните с записи на чистом листе блокнота. Что вы любите, что цените, и чем из этого пользуетесь? Родители, еда, одежда, жилище, друзья, дети, воздух, солнце, и все, с чем соприкасаетесь. Откуда все это пришло к вам? У кого купили? За какую цену? Обычно купленное не вызывает такой благодарности, как подаренное. Вообразите себе, и это нетрудно, что вы где-то замерзали, и вас кто-то подобрал. Вы были беженцем, и кто-то так просто, даром, ни за что подарил дом. Раздетому даровал одежду ни за что. Умирающему от голода в великом преизбытке на всю жизнь даровал самое разнообразное питание. И будет ли в вас чувство благодарности, любви к такому благодетелю? Нужно быть бесчувственным, замшелым камнем, чтобы остаться безразличным. Но я назвал самую малость. Прочтите Акафис на русском языке «Слава Богу за все». Это уроки возвышенной нежности любви к Создателю. Любовь – это трепетное чувство, с возвышающим тебя, любящим тебя. Но вспомните, что у человека есть еще и бессмертная душа. Бог открывается нам с той стороны, о которой мы, как правило, и не думаем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. «И издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и допознает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Конец цитаты. «Любви нельзя научиться, так можно сказать. Здесь я просто указал на ступени, с которых можно кричать Богу. Я люблю тебя за это, и за это, и за это. И так подниматься все выше и выше, доколе полностью не войдешь в тройственный, неизреченный свет любви. Нельзя научить любить, потому что это дар Божий. Кто учил эту женщину, распустившую волосы, любить Иисуса? Кто научил прокаженного князя Авгаря посылать такой любовью ко Христу, что он готовился совершить военное вторжение, чтобы наказать распинателей Христовых и покарать их? Любовь, как пожар, охватывает все сразу, и только потом может дать обоснование этому. Любовь с первого взгляда. Старого революционера Катаржанина Кобылиского, ненавидевшего царский режим и царя, поставили начальником охраны караулить уже арестованного Николая II. Уже через месяц он попросил перевести его на другую работу, объясняя это тем, что он был пленен обаятельной личностью императора. Тем более, общаясь со Христом, душа делается, как железо, раскаленное в огне. Если выйду живым отсюда, если все же свершится чудо, буду жить на таком накале, чтобы руки не отдыхали, чтобы сердце, как в пекле боя, не искало нигде покоя. Я поклялся на вдовьем плаче, если выживу, жить иначе. Жить, гореть себя не жалея, чтобы людям жилось светлее, время лечит и слезы сушит, и боюсь я клятву нарушить, где-то вдруг отступить на шаг, что-то сделать плохо, не так. Ашот Гарнакирьян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok